И вот только что мы получили заявление Владимира Путина по теме, на которой он остановился отдельно, сирийский кризис. Российский лидер жестко заявил, Москва не просто поддерживает и продолжит поддерживать Дамаск, но и призывает другие страны к тому же. Путин подчеркнул, без вооруженных сил Асада наземные операции против исламского государства обречены на провал и надо как можно скорее сформировать по-настоящему широкую коалицию. Президент России призвал тех, кто сейчас пытается бороться с боевиками в отрыве от сирийского правительства, отказаться от геополитических амбиций и попыток использовать террористов для смещения неугодных режимов. Тем более, что именно такие шаги привели к росту насилия в регионе и массовому потоку беженцев в Европу, а не сотрудничество Москвы и Дамаска, как это пытались преподнести некоторые западные СМИ. Люди из Сирии бегут прежде всего от боевых действий, которые навязаны в значительной степени извне, путём поставок вооружений и другой специальной техники. Люди бегут оттуда от зверств террористов. Мы знаем, как они там зверствуют, как они умерщвляют людей, как уничтожают памятники культуры, о которых я уже говорил и так далее. Люди бегут от радикалов прежде всего. И если бы Россия не поддерживала Сирию, то ситуация в этой стране была бы ещё хуже, чем в Ливии, и поток беженцев был бы ещё больше. Поддержка законного правительства Сирии вообще никак не связана с потоком беженцев из таких стран, как Ливия, о которой я уже упоминал, Ирак, Йемен, Афганистан и ряда других стран. Мы недостабилизировали ситуацию в этих странах, в целых регионах мира. Не мы разрушаем и разрушали там государственные институты власти, создавая вакуумы власти, которые немедленно заполняются террористами. И поэтому никому не удастся переложить, как у нас говорят, эту проблему с больной головы на здоровую.